Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшнем уроке мы будем рисовать сами себя. Такая будет анимация у нас. Переход рисунка в фотографию. Вот такой эскиз или набросок. И затем ваша или любая другая фотография или картинка. Подробно объяснять не буду, потому что это слишком много времени займет. Объясню коротко, из чего она состоит. Естественно, она состоит из фона. Вот такого сероватого цвета. Фотографии, которая перед нами сейчас. Несколько слоев у меня. С прорисовкой. И можно сделать будет разметку, чтобы не запутаться в слоях. Разметка делается с добавлением слоя. Останавливаю сейчас анимацию. Перейду в слои. Добавлю слой, который вы назовете разметка. Я не буду называть. А вы подпишите, можете подписать. Берем кисть красного цвета. И на нашей руку можно выключить. Рука, кстати, это клип-арт. Который можно или скачать, или самим нарисовать, или вырезать. Нарисовать-то это, конечно, навряд ли. А вот вырезать можно будет. И возьмем фотографию девушки. И сначала, конечно, прорисуем ее черной кисточкой. Окей. И вот так начнем прорисовывать. Волосы. Глаза. Губы. Нос. И, ну, и несколько еще тут штрихов добавить можно. В общем, все, что вы посчитаете нужным нарисовать, вы рисуете. Соответственно, и рамку тоже самое вы рисуете. Если я сейчас отключу девушку, то вы увидите только эскиз. Вот этот эскиз с помощью разметки поднимаемся на верхний слой. Берем, как я уже говорила, красный цвет. И так как эта разметка, это прозрачный слой, она никак не повлияет на нашу с вами анимацию. Поэтому просто поставим цифры. Первый, это первая прядь волос. Второй будет отрезок. Третий. Это уж вы как посчитаете нужным. Четвертый. Прорисовываете пятый оперядь волос. Что вы будете рисовать дальше? Допустим, овал лица. Это шестой слой. Дальше брови, допустим. Седьмой и восьмой. Глаза. Девятый. Нос. Десятый. Это вы будете вычислять, сколько вам нужно будет слоев. Одиннадцатые губы. Следующие пряди волос. Уже с левой стороны. Тринадцать, допустим. Четырнадцать. И рамка. Это, это, это. То есть еще четыре слоя на рамку. Вот столько слоев. Посчитаете, сколько вам нужно. Добавите их в правой стороне. В панели слоев. У меня двадцать шесть кадров. Ну и сколько слоев можно тоже посчитать. Три плюс четырнадцать, семнадцать. Четыре слоя рамка. Двадцать один. И рука. Двадцать два слоя. Короче, двадцать два слоя. И двадцать шесть кадров. Посмотрим еще раз на анимацию. Теперь я могу разметку убрать. Она не нужна. Я вам рассказала, как это делается. Разметку убираем. Удалить слоя, да? Она исчезла. И смотрим на нашу анимацию. Вот такая девушка в конце у нас появилась. Итак, первая, третья, вторая, третья. И так далее. Прорисовка глаз. И на этом останавливается наша анимация. Изредка передвигайте клип с рукой. Клип с рукой должен быть всего лишь один. Просто меняйте положение руки. Здесь не нужно много слоев. Можно поворачивать изредка эту руку с помощью трансформирования. И менять положение. Туда, вверх, вниз, в стороны. Ну создавать просто иллюзию того, что как бы мы рисуем. Ну вот такой, в принципе, несложный, но кропотливый урок. Попробуйте нарисовать тоже что-нибудь. На этом урок я считаю законченным. Всего хорошего. До новых встреч.